Рыбакит папа рисует. Привет друг, я покажу тебе как готовиться к уроку с красками. Нам нужна палитра, скотч, кисточки, карандаш, бумага, краски открытые и вода. Скотч мы приклеим скотчем наш рисунок. Начали. Сегодня я рисую и надеюсь ты рисуешь со мной красками, гуашь, кисточки и белый лист бумаги. Рисуем. Что я сегодня буду рисовать? Я буду рисовать закат и сакуру. Это очень классно, я тебе уверяю, это будет здорово. Возьмем белый цвет и нарисуем солнышко. Нарисуем солнышко белым цветом. Очень просто. Да, действительно просто, но мы сегодня будем рисовать не только белым, но и желтым. Вот, например, белый мы смешиваем с желтым и все это получается такое бело-желтое размазываем. После этого добавляем еще белого цвета прям посередине и солнышко все-таки у нас светлее, чем небо вокруг. Мы сейчас рисуем небо. Большой-большой градиент. Теперь возьмем просто желтый цвет и размешаем его здесь вокруг. Больше желтого введем. Желтого, желтого, желтого. И уже начинаем красным вводить. К примеру, я возьму желтый, оранжевый. Намешаю желтый, оранжевый и вот так вот намешаю все это дело. Побольше желтого. И вот так вот я смешиваю. Побольше воды, чтобы смешение прошло получше. Так все это замазываем. По кругу идем. Вот движение нашей кисточки всегда идут по кругу. И здесь. Теперь здесь добавляем все больше желтого и меняется он идет красному. Красный, красный, красный. Пока что еще используем оранжевый, но сейчас уже перейдем к красному. Сначала все это закрасим, залезая прямо на скотч кисточку. Так. А теперь уже добавляем красный, еще больше красного. Красный, красный, красный. Прям яркий, яркий красный по краям. И вот сюда уводим красный, красный, красный. И также красными большими мазками рисуем вот так вот все это красным. Получается у нас настоящий закат. Красный, красный по бока. И посередине у нас от желтого идет и красному. Очень яркая красная картина получится. Но не все. Добавим немножко черного в наш красный. Видите? Получился красно-черный цвет. Такой цвет красно-черный. И вот добавим немножко по краям. Вот тут по краям, тут и тут. Потому что мне хочется, чтобы он уходил почти в черный цвет. И мы будем добавлять понемножку все больше. Черного, черного, черного. Суть этой картины, конечно же, нарисовать очень яркий, красивый закат. Переход цвета от желтого к белому, от белого к светло-желтому, темно-желтому, оранжевому и красному, а потом уже к черному. И вот тут в конце концов мы будем углублять наши цвета. Все темнее, темнее, темнее делать. Так. Но тоже, конечно, по кругу. Стараемся наши мазки накладывать по кругу. Немножко воды, чтобы больше, лучше смешивалась наша краска. И вот сюда идем. Смешиваем. Здесь нужно постараться. Но если у тебя это получится, получится здорово. Остальная часть картины, которую мы будем рисовать, веточку, сакуру, она легкая. Так вот. И уже совсем остался черного. Я добавляю немножечко все больше, больше, больше. И, наверное, уже хватит. Уже, наверное, много черного. Ух, темная-темная японская сакура. Нарисовали. Получилось. Здесь немножко неровно, но когда мы уберем скотч, тогда будет ровновато. Хорошо. Смываем нашу кисточку и приступаем. Хотя нет, можно еще не смывать. Давайте нарисуем кое-что еще. Я сейчас придумал, что, мне кажется, не просто вот такое одно небо, а нарисуем внизу какой-то вот таким неровным слоем, таким неровным, какую-то гору. Немножко прозрачной-прозрачной водой кисточкой. Здесь нарисуем гору. И она такая вдалеке будет идти. Такая неровная гора. Точно. Это будет еще более красиво и похоже на японские мотивы. Что нам и надо, собственно. Стираем. Смываем кисточку. Смываем ее хорошо. Вытираем ее насухо. И кладем. Она нам пока что не понадобится. Теперь нам понадобится такая тоненькая кисточка. Берем черный цвет, коричневый, красный. Все это перемешиваем на старой палитре. И получается такой темно-красно-черный. Я бы пока что назвал почти черным. И теперь самое интересное. Нужно нарисовать ветку сакуры. Лучше, когда вы будете двигать рукой более раскованно. Она такая легкая. Вот посмотрите на мою руку. Она очень легкая. Она не старается вот так очень ровно или вот так держаться. Она легкая и готова к движению с легкостью повторить движение моей мысли. Когда я неровно что-то рисую. Побольше воды. И вот так я намечаю ход моей ветки. Во все стороны. Она неровная. Но в этом вся и прелесть. И здесь еще одна ветка. И здесь наверх идет тоже ветка. И она тоже неровная. Здесь идут сучочки. И теперь, когда мы уже нарисовали в основном ветку такую вот. Мы можем ее дорабатывать. Добавим больше черного. И уже доработаем то, что у нас получилось. Мы ее добавим углубим. Черненьким. Суть сегодняшнего рисования, конечно, это градиент. Но и ветку тоже красиво можно нарисовать. Неровно. Всякие изгибы ее повторить. Это тоже интересно. И тоже хороший способ получиться нарисовать тоненькие-тоненькие объекты. Добавляйте побольше воды, чтобы у вас было легко краска ложилась. Не тянулась как-то так, знаете, сухо-сухо. А чтобы она мокрая ложилась. Раз и высохла. Раз и высохла. Трудновато, конечно, с первого раза. Но постарайтесь. Если у вас не получится, то вы можете закончить все-таки то, что у вас уже начато. А после этого нарисовать еще один градиент, к примеру. Можно нарисовать градиенты разными цветами. Побольше сучочков, но не так, как у елочки. Когда вот так она. Тык-тык-тык-тык-тык. Во все стороны сучочки. А они немножко сучочки есть. Он может быть дойти, может быть не дойти. И может быть вообще нет сучочка. И он такой кривовастенький. И вся такая, вся вот эта штучка, вся наша ветка, она вся кривая. Пока что она темная, страшная и немножко может быть даже отвлекать внимание на себя. Но сейчас мы дорисуем еще птичек и цветочки. Самое интересное. Этей же краской, темной, черно-красно-коричневой краской мы рисуем птичек. Двух маленьких птичек, несколькими мазками. Нарисуем тело птички и нарисуем крылышки птички. Вот так. 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 И хвостик, небольшой маленький хвостик. И, конечно же, надо нарисовать клюв, но он совсем-совсем тоненький-тоненький. Вот такая птичка получилась. Она блестит еще, но когда она высохнет, она будет темная-темная на фоне смотреться. Здесь нарисуем еще одну птичку. Тело птички. Крывышки. Крывышки. Голова и клювик. Это задание не самое простое, так что можете немножко потренироваться. Возьмите кисточку самую тонкую, которая у вас есть. Вот такой вот достаточно вполне. У нас многое готово, но еще не все. Нарисуем теперь еще. Красным нашу ветку закончим, потому что мне хочется, чтобы ветка кое-где блестела и переливалась. И она была не только черным, но и красным. Мы возьмем просто тонкую кисточку и просто красную краску. И кое-где нанесем на ветку красную краску. Она как бы имеет блики кое-где, но не просто белые блики или коричневые. А она будет иметь красные блики. Так, так и так. Нарисовали. Теперь основное, самое интересное, заканчиваем, конечно же, листочками. Нужно очень хорошо помыть кисточку, чтобы она была очень чистая. Вот прям чистая, сухая кисточка. Берем белую краску и намешиваем прям белой краски побольше. Даже если она немножко у вас грязная, запачкалась, вы не бойтесь. Перемешайте все это дело, и она будет такая более белая, чем была. Так, вот у нас прям большими-большими кусочками берем. И теперь будем рисовать цветочки. Стараемся просто ставить точки, не оставляя мазков, а именно точки. Потому что точки как раз и похожи на наши цветочки. Если вы будете размазывать, то она будет смешиваться с краской и будет иметь цвет. И будет немножко не так идти. Вот так. Так. И такие белые цветочки, чтобы они как бы белеют на темном фоне. Можно взять немножко розового и добавить розового. Сначала белого, а потом розового. Давайте сначала белым все это делаем. Можно даже смешать. Наверное, можно смешать. Чисто розовый, мне кажется, слишком темноватый для нашей картины. Цветочков можно очень мало рисовать, а можно очень много. Наверное, лучше иметь какую-то середину золотую. К примеру, нарисовать вот как я. Кое-где цветочки, кое-где белые, кое-где розовые. Кое-где их много, кое-где они большие, кое-где они белые. Продолжаю рисовать белым, потому что мне белым кажется больше контрастность и больше красиво будет. Здесь розовые цветочки. И стараться их не большими делать, а такими одного размера. Хотя кое-где они будут большие, кое-где поменьше. Так, так. И когда я учу своих маленьких ребят, которым сейчас по три года рисовать, я им всегда говорю, надо говорить так-так, чтобы было веселее рисовать. и при этом весёлая песенка она помогает ритмично наносить одинаковые мазки к примеру можно нарисовать травы много травы такой тяп 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 вот каждый тяп это такая травинка получается такая вот можно подсветить немножко нашу птичку чтобы она немножечко ярче было вот такая у нас сакура получилась давайте смывать кисточку смываем кисточку вытираем ее и снимем скотч у нас получится красивая работа вот такая получилась у нас сакура большой большой градиент от белого к светло-желтому к оранжевому к черному красному ветка кривая кривая две птички и много-много белых точек спасибо ребят что рисовали со мной и до новых встреч фотографии своих рисунков присылай мне по адресу написанном в буклете я обязательно покажу их на своем канале рыбакит папа рисует